Нехватка пастбищ – это проблема, знакома многим сельским жителям. В последнее же время она стала обостряться. У Али Есеркеп – житель села Алтандала, что находится в Кустанайском районе. Уже 15 лет живёт на селе. Пенсионер, несмотря на свой преклонный возраст, каждый день пасёт скот самостоятельно. Но вот делать это практически негде. Из-за этого увеличивать поголовье своего подворья он не может. С грустью у Али Агай вспоминает, сколько было у него скота, когда он только переехал в Алтандалу. Мы значительно сокращаем поголовье. Ситуация становится хуже из года в год. Хотя мы ждём, чтобы она решилась. Раньше мы держали больше животных. У нас практически нет пастбищ. Проблема не решается. Это нас очень огорчает. С каждым годом всё тяжелее и тяжелее держать. Стало именно разводить скотину, так как всё меньше пастбищ, сено дорогое, корма дорогие. Вот поэтому всё урезаем и урезаем. Всё меньше. Всё сложнее становится держать. Такая же проблема сегодня и в Ждановском сельском округе. Пастбищ мало, но сельский акимат старается решить эту проблему. И, как заявляет Аким округа, по сравнению с прошлым годом количество пастбищ увеличилось. Им удалось договориться с местными ТО. Но и этого мало. Действительно, существует большой дефицит пастбищ. Мы ведём в этом направлении работы. С местными хозяйствами заключаем меморандум. Например, хозяйство Асар даёт около 600 гектаров земли, а крестьянское хозяйство Нуртаба предоставило около 400 гектаров земли. Но и это в полной мере не спасает нас, конечно. Власти Кустанайского района в курсе проблемы. Его Аким, Жан-Султан Таукенов, проблему не скрывает. Говорит, что существует она не только в его районе, но и по всей области. Однако с крестьянскими хозяйствами ведутся сейчас работы. Им направляется предупреждение по возврату пустующих земель и нецелевому их использованию. Сейчас у нас 76 тысяч гектаров земли, заложенной в нецелевом объёме. На сегодняшний день нам осталось вернуть 24 тысячи гектаров через соответствующий департамент, через специальную земельную инспекцию. На сегодняшний день у нас уже выданы соответствующие судебные иски на 18 тысяч гектаров. Ответ от предпринимателей в Акимате ждут в ближайшее время. Сельские жители тоже его ждут. В противном же случае они намерены обращаться в суд.